Кино есть? Ты хочешь пойти в кино? Я не знаю, я хочу приключений. Ну пойдем тогда в кино на ужасы. В кино на ужасы пойдем. А у меня нормальное кино. Тебе спать через зиму? Тебе спать. Трать часа. А подожди, этот самый до десяти, а пойдем. Десять, а мы успеваем еще. Ну а так же, худяж душу. Мы думаем, думаем с Евой, можешь в кино сходить? Тебе впадешь? Ну не просто, на ужастик. Пошли там два ужастика, чтобы ты нервы свои пощекотала. А я вкусняшку же возьму. Нет, соленая. Представьте, друзья, у меня вообще просто расстроилась так сегодня. Я не ходила на процедуру, но из-за того, что у меня была ангина с горлом, помните, когда мы на море поехали, оказалось, что у меня ангина. Потом из-за этого нельзя было идти на процедуру. Я же худею, худею, помните? Потом после этого еще неделю я держала, короче, не шла на эту процедуру. Полторы недели примерно, наверное, я не ходила. Сегодня пришла, у меня плюс два сантиметра тут, плюс три сантиметра тут. Понимаете? Это не просто там полкилограмма, это сантиметры. Это сантиметр. Представьте, вот два сантиметра, вот три. То есть это до такой степени разница, елки-палки. Я расстроилась сегодня, просто ужас. Вот так вот. Алина, я занята, но ты мне показываешь то, что мне неинтересно, извини. Так. Ефчу, пойдем на ужастик? Сейчас в кино идет два ужастика. Один в заперти, кто-нибудь смотрел, мы думаем, на какой пойти. В заперти, это триллер, это не ужастик. В заперти, да. Это триллер. Пошли на него. Ну, тебе неинтересно же будет. А ужастик ты вообще будешь бояться. Ну, я знаю, я... Я тоже боюсь. Я уже не знаю, как-то... Худяшь душу, худяшь душу. Кто чем занят. На какой фильм сходить? Посоветуйте, пожалуйста. Бизнес-вумен. Все присоединяются, но почему-то сообщения мне не показывают. Мне может... А, вот, садо, так же. Сокузаю. Худя. О, наконец-то, наконец-то, что-то стали писать Юсу. Шея отца, Хасан. Ну, в душу. Со лично, дик Юсу. Сколько вам лет? Мне 24 года. Хасан. Хочешь загадку? Хочу. Валейкум и салям. Ответь из Азербайджана. Ахудяш юху. Ху, мы покушали. Сейчас с Евой думаем пойти в киношку. Так. Хьёк хош аж ту. Дик ту. Дал, видел. Дик ту. Ясу шум хац. Сон. Зудьял яеш. Хую. Дождите. Зудьял... Зудьялин. Зудьялин. это за женат азу диал я и шую и су нахозу для лин садик ю разбор скажите пожалуйста чтобы сделали просто а да да так же есть одна ситуация с одним человеком я выставила вчера в ленту и информация действительно проверено и действительно там сложная ситуация и человеку очень срочно требуется медицинская помощь там ну что именно вы можете посмотреть суть в том что там очень серьезные проблемы со здоровьем и там действительно вопрос времени нужно поскорее помочь может быть кто-то хоть сколько-то сможет почему бы и нет я думаю в рамадан самое такое еще время когда больше делают саха загнешь хавашка добрый вечер может вы этого кота отвезете другую клинику в грозном есть нам намного хорошие клиники индира пишет смотрите на самом деле я удивлена я почему-то думала что айболит это клиника где будет недорого но оказалось после того как я уже выставила сторис и что оказывается там дорого но я согласна что это что-то совсем дороговато я не понимаю что именно ним так делают за эти деньги даже наверное в общем короче это слишком да а в какую клинику я посоветую просто я этим не занимаюсь я лишь вчера алина не лезь ты по-братски пошу тебя не каждый раз так делаешь должно быть какое-то вот хотя бы полтора метра вот на вытянутую руку личное пространство этих вот все вот это вот мне комфортно когда мне на духом стоят и пишет не очень вот в общем я просто вчера забрала из села и отвезла в клинику отдала то есть там ну врачом у меня вообще была процедура я не успевала на свою процедуру я опоздала и так и не попала вчера на нее потому что вот с котом короче я им не занимаюсь я просто помогла отвезла его занимается подруга это ее кот вот но тем не менее я сама этого кота мы вчера везли он прям чихает кашляет сказали у него проблемы с почками я не знаю так ну на риторические вопросы можно не отвечать какая самая маленькая рыба в мире знаешь что ли давай это это моллюск моллюск чего почему это моллюск ев разве моллюск это рыба ой золотая ну все понятно не знаю я бы сказала бы что может быть есть какие-то знаете такие маленькие прозрачный скелет которых виден мне кажется а жену найди мне а вот что это значит представьте только сейчас тут читаю бег мобил я все эти сообщения прочь пропустила ладно тебя быстро прочитаю так привет это я из мина которая с тобой встретилась помнишь да это моя подруга какая-то помнишь а это наша соседка привет висмин так я рисовал привет привет так давайте что-нибудь интересное кто-то спрашивает что такое кеттихо кеттихо это ты понимаешь ты сегодня у евы с алиной да и сегодня у евы сегодня вообще мне должны были быть съемки мы договорились ну так для инстаграма в общем после этого оказалось что погода не позволяет после нашей договоренности оказалось что погода не позволяет вот нам а завтра дождь не обещают завтра наверно поедем кстати это по моему в гойты в гойты или в гихи гойты самая маленькая рыба это брикиты брикиты в интернете почитала ого дай покажу хажа хажа самая маленькую птичку хайхун не рассказывай нет они не слышали вот самая маленькая рыбка это от семи сантиметров семь девять короче сантиметров самым а я вот это вот думаю вот такие знаете прозрачные почему мы вообще об этом сейчас разговариваем такс русский хорошо видишь по ходу ну да у вас прямой остановлен нет не остановлен ты в бойкове да я в бойкове ахмад сила ахмад сила аллаху акбар добрый вечер добрый алейкум асалям ой сложное слово эг хуюи на английском да если б на английском на английском я знаю алейкум асалям ты почему с работы ушла мне спрашивают дотахш ушла за ну мне хочется какого-то развития мне хочется и там моменты знаете ну в общем почему люди уходят с работы ну я думаю что у всех одно и то же все по одной причине уходят с работы вряд ли там альхамдулла все хорошо просто по собственному желанию я ушла с работы по тем же причинам что и все в основном уходят с работы ты ищешь чего-то лучшего вот и все с какого момента ты решила учить чеченский а учить чеченский я решила именно когда я была еще на работе потому что мне очень ну было неудобно когда ты не знаешь язык и берешь интервью а бывает такое что бывает так бывало такое что там все в основном говорят только на чеченском если сейчас я смогу понять ну давайте так 50 60 70 иногда процентов иногда и все я могу понять смотря как человек говорит вас ждут диалекты тоже бывают люди которых я не понимаю клянусь вам не так давно у меня была ситуация один человек стоит и мне задает вопрос и я говорю я вас не понимаю и другой рядом стоит и мне тот же самый вопрос и я отвечаю то есть он говорит то же самое просто своим ртом и по другому получается я его понимаю а этого не понимаю и так вот этот мне переводил с чеченского на чеченский кетишу то есть это бывает такое я не знаю ну это диалект или что это зависит но мне сложно а учить начала я язык именно когда ну работала потому что поняла что все таки мне хотелось у меня ну такие такой был интерес именно развиваться там огромный интерес я хотела прям не знаю столько было прям таких интересных задумок вот и я понимала что мне в любом случае нужен ну нужен язык вот если честно то я вот как-то знаете какую-то свою там программу видела ну в общем вот такое мне очень нравится вообще вся эта сфера очень тащусь вот поэтому я хотела выучить чеченский чтобы быть ближе к людям чтобы понимать и они меня понимали если вдруг я ну если вдруг они чисто даже русские не знают ну короче долгая история так привет из Дагестана вам тоже привет в алейкум салям без дикхил ха худяш ю худяш я цельхандляла есть кто с Волгограда ага не знаю кто с Волгограда доттахш напишите тут ца доттах ца доттахш видимо в Волгограде хаш ой кто стучится привет из лазурного берега Ниццы ну круто вам повезло наверное красиво там в алейкум ассалям вон там говорят я с Волгограда в алейкум ассалям с Крыма в Волгоград в алейкум ассалям некоторые уходят с работы и говорят ну доттахш доттахш все по-разному уходят с работы а я ушла потому что у меня некоторые свои взгляды были вот на мое будущее вот мне хотелось немножко другого было очень жалко очень жалко но хума датс вот так вот так хавашка я заметила что у вас прекрасный стиль одежды спасибо большое ой вы даже не представляете вот вчера например уже вечер похолодало я заехала переоделась я выхожу говорю еб я как бомж пожалуйста не обращай на это внимание она говорит хорошо вы знаете вот в москве клянусь вам бывало я в пижаме выходила сверху пуховик накинула и все равно платок тоже так навязала вот и я вот только такие платки в москве носила вот именно такие знаете тканевые некрасивые простые и сейчас я заново потихоньку к ним возвращаюсь мне так больше нравится вот и ну то есть ненарядно я к чему и здесь тоже нет нет иногда мне бывает такое что я прям думаю да зачем мне там наряжаться я что попроще надену и выхожу бывает очень сложно себя как-то взять в руки и стараться там одеваться я немножко по-другому поддерживаете связь с Юсупш ДР поддерживаем конечно вы что мы же прям дот такш чох дикдот такш хавашка после эфира прочитайте пожалуйста то что написано в директе дикду хорошо прочитаю все уходят с работы из-за зарплаты кто-то пишет если зарплата была бы сто тысяч в месяц то не ушла бы ну если бы была бы зарплата сто тысяч в месяц конечно это на самом деле в любом случае любая работа где бы то ни было главная мотивация это зарплата я полностью с вами согласна что любая на любой работе мотивация является зарплата потому что мы работаем за деньги вот но на самом деле если вам честно признаться ну конечно на той работе я от души просто мне мне нравилось то что я делала и там 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 мотивация была там это мой личный интерес но если честно вам сказать потому что короче мне очень сильно нравилось то что я делала кетишу очень сильно нравилось до сих пор я скучаю вот эти знаете выезды когда ты собираешь сюжет пусть даже будет неинтересный выезд бувало что у нас столько скучных выездов тоже не без этого и все равно тебе не нравится результат вот это вот ну не знаю мне нравилась эта работа так как тебя дома звали а меня до сих пор так зовут дома родители меня так и зовут я в документах евгения удачи тебе на своем пути и в учебе с чеченским языком маша-ла кто-то написал спасибо большое так привет из беларуси вам тоже привет почему не показываешь юсупши юсупши соля он из из соля еще кое-что прочитал не буду вслух так водолазка на вас вайкики у меня спрашивают еф посмотри где водолазку купила сабардишь только аккуратно чтобы я тебя не показала жакузо резерт 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 закрылся который магазин все очень хорошо так ой еще там на что в алейку мы салям чуйская долина казахстан ой вам в алейку мы салям Кто-то говорит, а зачем ходить на работу, если там не платят Но у некоторых есть повод ходить на работу Поверьте, да, так же У каждого свое Ты замужем? Нет, я не замужем Вы бы в любой одежде выглядели прекрасно, спасибо большое Девочки, давайте знакомиться, кто-то говорит В смысле, вы мужчина или девушка? Девчонки Вы же девушка Если вы девушка, то еще я понимаю Если вы мужчина, то Ногча-гылк так не работает Мотивации надо поднять Друзья, так это уже давнишняя ситуация В плане, вы все спрашиваете про работу Да давно я уже ушла с работы Ну, в смысле, когда я ушла с работы? Когда ее в это произошло-то? Январь, феврале, по-моему? Когда это было? В начале марта В начале марта, да? В начале марта уже время сколько прошло? Уже апрель Да нет, Ев, я когда? Какой март? Я раньше ушла В феврале я ушла Уже столько времени прошло Да, поэтому все Вы так прям переживаете Не все хорошо Вы что? Все, что не делается Все к лучшему В любом случае Так, я не замужем Я пока что еще не замужем Пока еще я не замужем Но я бы хотела бы замуж Кетишу Просто проблема в том, что я, знаете, я в какой-то момент я думала Я так много работаю Какой замуж? Вы что? Потом сейчас я Вот когда уже у меня Ну, свободный график сейчас Я понимаю, что Я хочу замуж Да Но у меня нет варианта, чтобы выйти замуж Вот так Если бы был бы дикант Так Ну, естественно, не женат Это огромный момент И вообще, ну, я Я бы с удовольствием вышла замуж Но На данный момент Короче, нет Умодаться Пиццу? Четырехслойную пиццу Нет Я бы предложила Четырехслойную Покажи Хавсиш Крейзи Бразерс Грозный Я не знаю Это мне еще съела Она нашла пиццу Яв, давай с грибами Будешь? А? Давай с грибами А сколько стоит? А цены не написано Ну, она дороже, чем обычно, да? Тысяча сто Тысяча двести грамм Это вес Цена И тут спрашивают цену А цена не написано Позвонила? Знаешь, сколько стоит цена? Интересно Напиши, покажи Скажи Где цена? Сейчас Дот так же Сабардил Просто там большущая пицца Несколько слоев Прям А там только с доставкой Или можно вывоз? Просто мы пиццу особо не едим Просто Доставкой сама вывоз А сколько стоит? Ингурский учить не собираетесь? Цехасон Я не знаю Если честно Алейкум Давайте я сейчас просто промотаю Короче, он не хочет, чтобы его показывали Он не хочет, чтобы его показывали Без косметики Спасибо большое Стараюсь максимально ходить без косметики Если вы помните Недели две назад, наверное Кто-то мне писали Из девочек В директ писали Писали В этот Куда писали еще? В комментариях Шахова Что у тебя с лицом? Что за ужас писали? Вы помните? Потому что у меня Сколько? 1120 Пицца Это стоит 1120 Ева, это недорого Хотя, в принципе, это недорого Если он огромный А кто будет есть? А есть хотя бы Ну Не испортится Может быть, поменьше взять Не 1200 грамм Хочешь заказать их? А? Хую? Посмотри И говорили все про лицо А я думаю Нет, все, хватит Я максимально стараюсь Минимум краситься Ну, лицо все равно продолжает трогать Но краски поменьше Но вообще не накрашено Межидов Артур пишет Хамилу Давал, давал В смысле Я не прочитала Что вы написали Но я Вам ответила Кетихо Ты большая молодец Когда на чеченском Говоришь вообще классно Далри эсхил Блестящий профессор Посмотрите Мне пишут Сабардил Ева Прочитай Пожалуйста Я тебе читаю Одно сообщение Хавашка Вот у меня вопрос Уволилась с работы Ты сидишь в съемной квартире На рекламных копейках Серьезно? Ничего себе Подождите Неплохие копейки Я вам хочу сказать Это же не дело Родителям помогать Себя кормить За квартиру плодить Ты справляешься? Конечно Альхамду лилла Я вам более того Скажу У меня сейчас Настолько Времени Ну вот Понимаете Я могу сейчас Уволившись С работы Полностью Заниматься Своей работой Так как мне Удобно От этого От этого не страдает Не мой заработок Заработок Альхамду лилла Машала Я промолчу просто Друзья Это странно Вообще сейчас Это все обсуждать Но то что вы Сейчас сказали Поверьте Это совершенно Не так Это от и до И если У меня был период Я вам честно скажу И я об этом уже говорила У меня был период Когда у меня Был пустой холодильник И когда Я Коту пошла Покупать Эта корма У меня не было Ева Ты помнишь Как у меня не было есть Ева сидит Говорит Да Помню Это было в том году Летом Если я не ошибаюсь И мне родители Они говорили Как так можно Это вообще Это еще до того И когда Вот это произошло Потом У меня инстаграм Все вот это заработало Это буквально Было Прям в пред Преды Тем Как у меня инстаграм Вот это все заработало И я помню Мне даже родители Оплатили Заказ Чтоб у меня Еда тут была У меня был пустой холодильник И так было На протяжении Какого-то времени И было тяжело Вы представьте У меня за квартиру Там только 15 тысяч Да Я понимаю это Но сейчас Альхамдуллила Я вообще не жалуюсь Вообще не жалуюсь И вы зря так думаете Заведите себе инстаграм Потом поймете О чем речь идет Ева Я правильно говорю? Да Вот Я тоже сначала Знаете Самое интересное Вот для меня Вот честно вам скажу Вот клянусь Это все не серьезно Это все не серьезно Но в плане дохода Это серьезнее А в плане вот деятельности Инстаграм вести Это вообще Как по мне Но это очень Инстаграм Это очень хорошая площадка Для рекламы Клянусь вам Это очень хорошая площадка Вот Если все хорошо Красиво И грамотно сделать То огромные плюсы То огромные плюсы Именно от инстаграма Вы вспомните Когда инстаграм закрыли Многие там магазины Уже все не так у них идет Про многих не знают Когда Ну короче Это долгая история Инстаграм Это огромная Крутейшая рекламная площадка Если честно Не только вот Мы с вами Контачим Алина Кто это Твоя дочка Нет Это Евина дочка Не моя дочка А Евы Моей подруги А как жениться Тогда Если хоздац Хую ей хоздац Блин Я в честности сказать Я не голодна Но если ты хочешь Давай закажем Давай завтра Закажем Вечер Давай Давай Так Алё Закан Юрт Кто-то говорит Давайте Ой Давайте Давай Алё Закан Юрт Давайте Так За кого ты хочешь Замуж У меня спрашивать За Хасу Я не знаю Еще мне не Да так же Да со мной Никто не знакомится Кетишу Клянусь вам Никто Никто не хочет Походу Замуж У меня брать Хома датс Ну значит Не пойду Так Вот как только я зашел на твой прямой Научился разговаривать по-русски Круто Кто-то говорит За меня За меня Давал Давал Мне кажется Человек если хочет Действительно Жениться То он не так Не писульки тут делает Переписывается Что-то Человек должен в жизни Познакомиться Найти номер Какой-то поступок Сделать Ну показать Ты мне интересный Я нашел твой номер Я сам Потому что ты мне нужна А тут-то все могут писать В мой директ Если бы зашли Там много всего Так каждый может А вот найти Как-то Ну как-то Внимание какое-то Вот это вот Мы же девушки Мы же не просто так Ну вообще-то тоже У нас есть Какие-то эмоции Чувства Про маски Кстати я заметила Последнее время Некоторые блогерши Они тоже Вот им пишут Вы не используете маски Тоже Потом все-таки Не могут держаться Долго А я когда в маску Включаю Я не могу Мне кажется Я похожа на инопланетянку Сами Да Просто люди к ним Уже привыкшие А в жизни Когда видишь Думаешь Очень много Есть красивых Девушек Что самое интересное Которые Мне прям вообще Непонятно Что они пытаются В этих масках Они настолько Красивые А все равно Они не могут Отказаться от маски Обидно просто Очень красивые Так Кто-то говорит Если выйдешь Заменяешь Предложение И через Хилья Рихо Не хочу отвечать Я не знаю Что там забыла Замужем Лучше не надо Ху не надо Как это не надо Е Видели Наше лицо Поверьте Надо Надо Мы и сами Все можем В смысле У нас там Нету такого Какого-то желания Для того Чтоб выйти замуж Чтоб там Какие-то Знаете Меркантильные Нет А просто для того Чтоб создать семью Потому что Например Мне уже 24 И в любом случае Мне нужна семья То есть семья Что я имею ввиду Мне нужны дети Нужен муж Я хочу быть полноценной Ячейкой общества Учит Да Ну серьезно Моим родителям Нужны внуки По-любому Нормально Это нормально Это жизнь Так-то я могу Конечно Мне не принципиально Просто из-за того Чтоб семью создать Уже Чтоб нормально было Для этого Я бы вышла Ой, Юсуп 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 Худяшу Юсуп Мы тут столько всего обсуждали Я даже не знаю Как тебе С чего начать С чего начать Рассказывать Юсуп 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 Мы тут столько вещей обсуждали Очень, между прочим Интересных Не то, чтобы Там Вот Хамичапу Да, Юсуп Как раз Тема решала Счастлива Ахудяшу Ахудяшу А, ты все это слушал? Ты всю мою лекцию слушал? Для лекции психолога Хавы Хавол в этот Прямая эфира Хавол Как мне тебя пригласить? Сабардил Сабардил О На работе Балбеш Балбеш Ой Почти Ну На работе Везет тебе Я скучаю Я скучаю По нашему Ну, в смысле По твоему кабинету Помнишь, мы все время С тобой монтировались Помнишь, как мы с тобой Всегда монтировались Да, вот твоя подушка Сейчас О Привет Привет Хамуху Гайта 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 Это Это мой наквоз Ну, уже Мой бывший наквоз Да До сих пор На подушке Вот твоя подушка На этой подушке Просто каждый вечер Уставала Так вот ложилась Я помню этот план Да, я вот так все время Сначала А, я помню Этот вид сквоз Еще Это ты меня снял По-моему Да Да А, Жен Вы посмотрите Возьмите 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 Прикольно Возьмите Какая Сначала подумай Типа Потом говори Типа А то ты Заикаешься А можно я буду по-русски тогда отвечать? Не надо по-русски, да? Новый год. Пись. Я жду. Иосиф. Дик-ду. Хорошо. Сайник? Дик-ду, альхамдулила. Мачок. Дик-ду, ты хорошо, альхамдуллаш. Нас вези, я, это, на работу, сейчас. Матери, он. Да, вау? Взанит, ва Цугу. Взанит, ва Цугу. Вагну, так. Ума молева. Бег, что? А, Юсу? Гурду, да, мова. Гурду? Да. Дик-ду. Дик-ду. Ну ты сам выходи, я не умею выключать Или оставайся Вышел Да, так же Я думаю, ладно, давайте закончим на этом Пойду Юсупу цветок напишу в ватсап Или наберу Можно? Вот Мех жду и так Ладно Адик, я хорошо Дал, а ты больше И всем гусюил, гусмарил Потому что